всем привет с вами канал красота из мелочей и сегодня мы разберем что же использовать при депиляции тальк присыпку или муку развенчим все мифы и разберем на практике что же нужно использовать итак давайте разбираться здесь у меня представлены как детская обычная присыпка профессиональные средства тальк и мука девчонки на самом деле есть отличия в составе ну и в производителе данной присыпки в составе цинк крахмал и тальк здесь 40 грамм стоит такая присыпка 45 рублей такая присыпка 40 грамм 38 рублей здесь составе также тальк цинк и крахмал далее тальк стартепел здесь составе тальк и все 200 миллилитров стоит данный тальк 220 рублей далее у нас тальк от фирмы и толвакс у меня представлен с ментолом 50 грамм стоит 250 рублей составе тальк и ментол ну и мука пшеничная на самом деле мы проверим как с ней работать и так девчонки переходим к практике кожу мы обработали все сделали для того чтобы начать депиляцию как это сделать правильно можете посмотреть видео на моем канале и так мы возьмем для начала присыпку много ее не нужно кожа у нас сухая мы ее нанесли и немножко втираем такими движениями легла в принципе ровно нет никаких комочков скатываний давайте посмотрим как депиляция будет производиться на этой присыпки принципе все достаточно чисто убирается никаких признаков того что присыпка в поры проникает я не вижу давайте возьмем другую присыпку предыдущую присыпку мы удаляем и так мы досуха обработали кожу берем другую присыпку также немного наносим начинаем втирать данная присыпка уже хуже втирается то есть ее уже видно даже если мы потрем посильнее да то есть она прям вот белым слоем у нас нанеслась давайте попробуем с ней произвести процедуру и кстати эта присыпка более скользкая на ощупь паста ложится в принципе также как и предыдущие в общем в работе разницы не вижу обе присыпки одинаково работают давайте попробуем тальк использовать обязательно заново я уберу всю присыпку предыдущую для чистоты эксперимента и насухо вытираем кожу так далее мы возьмем тальк от старт эпил также нанесем он кстати тоже такой достаточно скользкий на ощупь впитается достаточно равномерно давайте попробуем с ним поработать паста опять же ложится как обычно никакой разницы пока не вижу принципе также с ним удобно работать как и с присыпкой давайте попробуем еще один тальк ну и теперь будем использовать тальк от фирмы это wax наносим здесь у нас более отверстие такие крупные много сразу высыпается достаточно равномерно тоже впитывается его практически не видно на коже давайте попробуем сделать репиляцию на этом тальке наносится паста также не знаю девчонки я пока никакой разницы не вижу между тальком и присыпкой на самом деле многие говорят что присыпки обязательно содержится крахмал это не так это тоже зависит от производителя если вы поищите информацию в некоторых присыпках действительно не используется крахмал тот же самый цинк обладает бактерицидным действием поэтому в принципе он ничего плохого вашей кожи не сделает в общем так же чисто ну теперь давайте обработаем кожу предыдущего талька и попробуем муку очень даже на самом деле самой интересно что же будет с мукой ну и давайте попробуем использовать муку возьмем немного она да мы видим что есть комочки обычно когда мы делаем те же самые пирожки мы просеиваем муку но тут попробуем прямо вот как есть так она конечно плохо впитывается то есть она прям скатывается в принципе если лишнее убрать то эффект талька на ноге присутствует давайте попробуем поработать с ней самое интересное что такое ощущение что в принципе у меня тальк на ноге разницы пока не вижу достаточно чисто убирает все то же самое слушайте девчонки но вообще разницы не вижу понятное дело что лучше использовать профессиональные средства но я не вижу разницы не с присыпкой не с тальком не с мукой как ни странно это звучит на самом деле некоторые вообще используют крахмал он же тоже разный бывает да и картофельный и кукурузный и рисовый не знаю принципе все достаточно хорошо убирается что будет после если будет какая-то реакция прям добавлю комментарии к этому видео но я думаю что аллергической реакции не возникнет а а теперь давайте проверим главное свойство талька это избавление от излишней влаги девчонки очень многие почему-то говорят что при использовании присыпки она скатывается на самом деле это миф потому что если мы на влажную кожу нанесем тальк муку присыпку и неважно в любом случае любое средство но скатывается это сейчас я вам и докажу и так кожа у нас влажная берем присыпку наносим это главная ошибка всех девчонок наносим только на сухую кожу мы ее протираем диском ватным салфеткой неважно если мы нанесли на сырую кожу на влажную вот сейчас видно что все скатывается по такой коже работать будет невозможно потому что вот так есть но здесь есть комочки и все равно если надавить вот сейчас видно да то он скатывается паста по такому месту не пойдет она не будет цеплять волоски так это мы использовали присыпку давайте теперь используем тальк профессиональный и так кожа у нас влажная мы берем тальк наносим также на влажную кожу он абсолютно также скатывается и здесь будет невозможно работать с паста также не будет цеплять волоски поэтому в любом случае мы используем для начала ватный диск либо салфетку сухую протираем кожу убираем излишки влаги высушиваем ее и только потом используем тальк присыпку муку крахмал кто что теперь давайте проверим действие муку кожа у нас влажная берем немного муки наносим мука также скатывается но вот сейчас когда она немного подсохла можно уже в принципе попробовать поработать но надо обязательно ждать именно высыхание я думаю что это не целесообразно да она также не работает на такой вот влажной кожи видите скатывается и не дает пасти цеплять волоски поэтому девчонки сначала сушим кожу убираем излишки влаги потом наносим уже средства пусть это будет у кого-то тальк присыпка мука крахмал у кого что но главное сушите кожу и так девчонки сегодня мы рассмотрели разница между присыпкой таликом и мукой пишите обязательно в комментариях что используете вы что вы думаете о муке данном видео я ни в коем случае не призываю кого-то используется дешевую продукцию либо дорогую используйте то что удобно вам и вашей коже обязательно подписывайтесь на канал ставьте лайки жмите колокольчик чтобы не пропустить новые видео всем добра пока пока а